Первенство города по шашкам проходит в рамках круглогодичной спартакиады среди рабочих и служащих. В этот раз участие в соревнованиях приняли 12 команд, представляющие свои трудовые коллективы. Это Сторотрес номер 2, ЖКХ, МЧС, Автобусный парк, Мясокомбинат, Днепробукский водный путь, ЗАО «Холдинговая компания Пинск-Дырев», Тепловые сети, Кузлетмаш и другие. Проходят соревнования по швейцарской системе. Швейцарская система – это когда у кого много очков, те команды играют между собой. У кого меньше очков, они играют между собой. То есть есть большая сумма очков. Лидеры играют с лидерами, середники – с середняками, ну ассайдеры играют с ассайдерами. Такая схема здесь, она позволяет в короткое время огромное количество людей провести соревнования. В каждой команде по три человека, двое мужчин и одна женщина. Среди них как опытные шашисты, так и любители. Смешанный турнир, то есть и опытные перворазрядники, и, как говорится, просто любители. Ну, здесь уже контингент, как говорится, предприятие выставляет всех опытных спортсменов. Единственное, что плохо, что в этом году не допустили пенсионеров. И вот они как бы немножко обиженные остались, пришли играть, а по положению указано, что пенсионеры не могут играть. На протяжении трех лет безоговорочным лидером соревнований по шашкам были тепловые сети. В этом году ситуация изменилась, и по итогам нескольких дней первенства определились сильнейшие команды. Так, первое место у зао-холдинговой компании «Пинск-Дырев», второе – у команды ЖКХ, и третье – у представителей мясокомбината. Спасибо.